Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим замечательную, вкусную, освежающую закуску. Красивое слоёное заливное из курицы. У нашего сегодняшнего видео рецепта есть спонсор, интернет-магазин посуды, посудоталер.ру. Мне сегодня понадобится такая кастрюлька от Талер. У меня их две, они разного литража. Вот это побольше, на 2,6 литров, вот как раз будет идеально. Здесь толстое дно, можно готовить соусы или обжаривать сразу в кастрюльке. В общем, очень удобно. Сама кастрюля из нержавеющей стали. А нам сегодня нужно приготовить бульон. Бульон я буду делать на курином мясе. У меня здесь два окорочка. Я сняла кожу и разрезала вот на ножки и бедрышки. Отправляю в кастрюлю. Заливаю холодной водой. Я заливаю водой ровно по метке 2 литра. Накрываем крышкой, включаем огонь и ждем, когда вода закипит. Так вот, бульон закипел. Снимаем пену. Солим. Добавляем небольшую луковицу, морковку и несколько горошин душистого перца. Накрываем крышкой и варим около часа. Пока курица варится, нарежем остальные ингредиенты. Нам понадобится репчатый лук. Нарезаем небольшим кубиком. Так, нарезаем или одну большую, или две небольших луковички. Морковь можно или натереть на крупной терке, или вот я нарежу тоненькой соломкой, по желанию. Итак, сковороду я уже поставила разогреваться. Налила немного растительного масла и отправляю обжариваться лук с морковкой. Обжариваем до полной мягкости и золотистого цвета. Нарежем 4 отварных яйца. Я буду нарезать довольно крупно, вот такими большими кусочками. Еще хочу взять ветчину. Вот нарежу ее тоже или кубиком, или вот давайте такой небольшой соломкой. Также можно взять что-то такое подкопченое. Мне кажется, сюда вот грудинка подкопченная будет идеально. И еще нарежу несколько зубчиков чеснока, помельче. Так, курица готова. Вытаскиваю морковку и лук, они нам не понадобятся. Можно украсить с помощью морковки, по желанию. И курицу. Бульон процеживаем. Добавляем лимонный сок. Вот я половину такого большого лимона. Очень вкусное получается желе само с лимоном. И теперь есть два варианта. Вот у меня желатин быстро растворимый, поэтому я его просто всыплю в горячий бульон. Тщательно перемешаю, чтобы он там растворился. Если желатин не быстро растворимый, то нужно подождать, когда бульон немного остынет. Взять немного бульона, залить желатин, подождать, пока он набухнет. После этого растворить или в микроволновке, или на медленном огне. И влить уже распущенный желатин. Теперь можно собирать уже заливное. Первый слой будут яйца. Заливаем бульоном, так, чтобы бульон покрывал яйца. И отправлю в холодильник на полчаса, чтобы желатин схватился. Следующий идет слой ветчины. Теперь обжаренный лук с морковкой. Присыпаю рубленым чесноком. Вообще говоря, чтобы слои были совсем аккуратные, такие идеальные, лучше каждый слой заливать бульоном и отправлять в холодильник. Ну вот я сделаю все сразу, мне лениво. Но у кого есть время, можно сделать так. Выкладываем кусочки курицы. Заливаем бульоном. И отправляем в холодильник часа на 3 до полного застывания желатина. Ну вот заливное полностью готово, застыло. Теперь нужно перевернуть. Я опущу сейчас заливное в тазик с горячей водой, а затем переверну аккуратно на тарелку. Сам дачный наш тазик я оставлю за кадром. Вот я подержала в горячей воде. Видите, так хорошо теперь краешки отходят. Накрываю тарелкой и переворачиваю. Оп! Порядок. Можно украсить свежей зеленью и подавать к столу. Получается очень вкусное, освежающее блюдо для всей семьи. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока-пока! Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok